Более 40 дипломных работ выпускников Минского государственного колледжа имени Алексея Глебова вошли в экспозицию выставки «Глебовка. История память». Совместный проект Министерства культуры, Института пограничной службы, Художественного колледжа и Мемориального комплекса, приуроченный Году исторической памяти, который представляет сборку работ, посвященных теме Великой Отечественной войны. Это наш совместный проект, который направлен в первую очередь на нашу молодежь в Год исторической памяти. И, наверное, сегодня, как никогда, очень важно, чтобы молодые люди, придя в нашу Брестскую клепость, познакомившись с работами будущих, я думаю, возможно, очень известных в перспективе художников нашей страны, еще раз, наверное, как сами ребята, так и посетители пропустят или отдадут частичку своей души, своего сердца нашей Брестской крепости и тем работам, которые писали юные художники. Некоторые работы более раннего периода выполнены в так называемом суровом стиле 1960-х, когда еще не зажили до конца раны от войны. Картины этих лет представляют собой многосюжетные сложные композиции, зачастую посвященные боевым действиям. Сегодняшние молодые художники попытались показать войну через какие-то отсылки к мирной жизни. Им интересен человек, его судьба. А педагогам нужно было приложить немало усилий для того, чтобы тема войны стала не просто важной и актуальной, но и близкой сердцу. Я видел, как ребята работали и впечатлился. Потому что, находясь здесь, как, наверное, и, извините, маститые художники, уже известные, как Петр Севдорович Дурщин, тот же, или наши брестские художники, которые писали пейзажи и портреты наших защитников крепости, они, ну, очень, надо сказать, и с вдохновением, и с переживанием, я за некоторыми из них наблюдал, как они работали, ну, это творческий труд стоит больших усилий. У них это получается. Значит, я нисколько не сомневаюсь, вот то, что вложили ребята в свои работы, передастся и нашим посетителям. Все работы, так или иначе, посвящены войне. Особенно впечатляют портреты ветеранов войны и пограничной службы, в лицах которых читаются судьбы и характеры. Просто невероятный интерес к личности. Удивительно, что эти страшные годы художники изображали в светлых тонах. Все-таки это было время их молодости, признавались учащимся в своих сочинениях. Лет 10 назад задумали проект, называя его «Портрет ветеранов». Предложили своим учащимся написать работы на тему войны. И ничего не получили. Не было эмоционально заряженных хороших работ. И, собственно, подумав, мы решили, это закономерно. Для того, чтобы получить работу творческую, художественную, наполненную смыслом, а не просто тупым копированием чего-то, художник должен получить эмоции. А эмоцию может получить от кого? От тех людей, которые пережили это время, пережили этот ужас. Вот только так, через эту живую эмоцию мы вышли на нормальный проект, который вот уже развивается 10 лет, дополняется. Там дополнились ветераны других войн, ветераны пограничной службы. И в этом зале, кроме дипломных работ, посвященных войне, есть целая галерея «Портретов ветеранов». Выставка «Глебовка. История память» будет экспонироваться в Брестской крепости до 15 сентября. И никакая лопатка.